Свои мотивационные мысли представляет номеролог и мастер Таро Наталья Файнман. Происходящие события она оценивает сразу с нескольких позиций. Личной, управленческой, в прошлом Наталья работала маркетологом и руководителем отдела крупной компании, и эзотерической. Я вот писала пост, как раз он у меня выходил 1 января 2020 года. Какие энергии несет нам 2020 год, да, 2020? Я говорила, что это год кармический, причем многие же говорят, что это високосный год. Но високосный, видишь, у нас каждый четвертый год он високосный. А вот такая комбинация 2020, да, это кармический год, и он говорит там за семью. Я прям очень многое описала, да, что будет очень много моментов переквалификации. То есть это год такое обмеление и перерождение. То, что мы видим. Вот у меня сейчас учатся мои студенты, и мы проходим, допустим, 20-й аркан, я даю арканонумерологию. Я говорю, вот смотрите, 20-й аркан – это суд. Ну, то есть так называется вот число 20. И это ключевое слово – масштабность. То есть все события, которые происходят, они происходят очень масштабно. Но это не сделано для того, чтобы как-то кому-то ухудшить жизнь. Ну, вот мы сейчас про саму энергию года говорим, да. Это идется для того, чтобы обнулить, обновить. Конечно, мы привыкли к одному образу жизни, а здесь раз, и да, и за один день все поменялось. И мы же понимаем, что уже как было раньше, оно не будет. И, конечно, очень многим тяжело перестраиваться. Но это уже случилось. Мы на нее повлиять никак уже не можем. Нам приходится быть с этим как с данностью. Ну, можно что, сидеть и плакать, и жаловаться. А можно, ну, собраться и что-то начать делать. Вы сейчас понимаете, что вы сейчас остались без работы. Открывайте быстро ноутбук. Гуглите, какие профессии сейчас будут востребованы или уже востребованы именно в онлайн. Сейчас все уходят на площадку онлайн. Станьте СММ-продвиженцем. Станьте таргетологом. Продюсером онлайн-школ. Сейчас очень быстро можно от месяца до трех обучиться, да, и начать уже работать и зарабатывать. То есть, да, ты можешь иметь просадку, ну, там, допустим, месяц-три месяца. Но зато у тебя есть возможность все-таки выйти через три месяца и уже начинать какие-то деньги генерировать, то есть зарабатывать. Сейчас век такой. Очень много информации. То есть, хотя бы начать учиться. Причем есть же очень много бесплатных сервисов, да. Очень много, правда, вот любую возьми сферу, ты найдешь бесплатный сервис. И вот сейчас вот все онлайн-курсы на самом деле, ну, если правильно, грамотно сделаны они, остается сама соль. Когда тебе структурировали информацию, да, ее схематично для тебя предоставили, и ты берешь только то, что нужно. И поэтому, конечно, в эти периоды приходится прикладывать больше усилий, чтобы что-то делать. А если мы говорим про семью, да, то есть мы раз, нас и закрыли всех вместе. Это же тоже такая проверка, да, нас как родителей, нас как мужа-жены, как вообще детей, да, мы же тоже, у нас есть родители и так далее. Поэтому этот год такой, конечно, должен быть такой переоценочный для всех. Я даже сейчас на полном серьезе рассматриваю онлайн-площадку для обучения, там, дочери, понимаешь. Я не знаю, что будет в сентябре, и никто не знает. Нашим детям легче перестроиться. Они пришли уже век, как говорят, в цифровой век. Да, уже там в руках. А может быть, это вообще все для них сделано. Мы от этого далеки, то есть мы больше такие за оффлайн, да, за живое общение. А они уже постоянно там проходят. И для них они быстро перестроятся на это онлайн-обучение. Месяц-два. Проблема, видишь, что у нас, я смотрю, как сейчас дети учились, да, много психов уходит, нервов, потому что, ну, сама система не была готова, да, не было вот этого выстроено. А если это все четко выстроится, они очень быстро адаптируются и войдут туда. Мне так понравилось выражение, говорит, у Белковского. Он говорит, вставайте своих ментальных диванов. Вставайте, начинайте что-либо делать, потому что, ну, никто вам ничего не принесет. Вы понимаете, что ваша жизнь, она в ваших руках. И вы несете ответственность за себя, там, за своих детей. Пробуйте что-то делать. Мы проснулись с новых реалити, да, давайте перестраиваться. Моя позиция была такая с детства. Если не ты сама, никто тебе не даст. Все. Ну, я так и живу всегда под этим лозунгом.